всем добрый день вы на канале голубика днепр и продолжаю свой разговор о выращивании голубики сегодня буду рассказывать про микоризу что это такое зачем она нужна где ее можно взять и как самому можно ее размножить значит много раз мы уже с вами говорили о том что голубика это кислолюбивое растение то есть растет она в кислом грунте для того чтобы получить результат получить ягоды ей нужна определенная среда то есть это кислый грунт но не для самой голубики а для грибка который живет с ней симбиозе то есть помогает ей питаться у голубики корневая устроена так что там нету сасывающих корешков и вот эту функцию всасывания минеральных элементов питания влаги выполняет грибок микориза он поселяется на корнях голубики и таким образом они взаима друг другу помогают голубика кормит грибок грибок помогает питаться голубики значит и вот именно вот эта кислая среда нужна для самой микоризы потому что в не кислом грунте микориза погибает в основном микориза нужна и находится под растениями которые это вересковые хвойные вот и таким растением относятся наша голубика клюква гортензии вот для них как раз и нужна микориза где можно взять эту микоризу есть она в продаже но достаточно дорогостоящие это удовольствие где можно самому взять микоризу можно поехать в хвойный лес и под хвойными деревьями набрать лесной опыт это опавшие иголочки ветки шишки и даже немного грунта под этими уже перепревшие это лесной опыт лесная лесная хвоя вот в процессе в течение года идут осадки микориза очень быстро размножается и живет она только скажем так в живой природе в магазинах ее продают сухих порошках ее достаточно размочить и она начинает активизироваться так вот при посадке голубики я часто использую лесной опыт либо лесную хвою то есть я сажаю на половину в торф на половину хвойный опыт и вот этот хвойный опыт содержанием когда вы набираете то видно там бель такая беленькая плесень и вот когда в лесу вы набрали этот опыт и вам попадается белая плесень это и есть микориза если вам попалась микориза можно просто-напросто ее добавлять ваши посадочные горшки посадочные ямы и обязательно накрывать мульчей тогда это микориза будет сама размножаться она достаточно быстро размножается ей нужна влага тепло и кислая среда то есть даже небольшого количества скажем так литра лесного грунта или хвои вам будет достаточно для того чтобы микориза у вас сама разрасталась где можно еще каким образом можно еще взять микоризу это под любыми хвойными растениями не обязательно ездить в лес можно где-то если у вас есть единичные посадки хвойных деревьев туи можжевельника если в парке какие-то это можно набрать вот именно этой лесной хвои вот мы новогодние елочки вот таким образом складываем и в процессе слеживания даже здесь появляется этот грибок микориза и я потом эту хвою с дочкой перерабатываю мы как мульчу вносим рассыпаем делаем приствольный круг присыпаем хвой и наша микориза потихонечку дальше развивается размножается и помогает нам питать нашу голубику и вот за калитка у меня растут тут две как я считала туи но мне успешно подсказали что это разновидность можжевельника что меня очень сильно удивило и еще очередной раз благодарю своих подписчиков а то что уточняют что я как и все остальные живые люди ошибаюсь признаю свои ошибки поэтому вот на что хотела обратить внимание что при обрезке я использую веточки можжевельника эти веточки тоже складируют под свои кусты голубики и они успешно тоже заражаются микориза и вот посмотрите поту и тоже опадает весной я буду наводить порядок с грибу эти небольшое количество этих для того чтобы красиво было мне под елочкой вот и там уже будет этот грибочек микориза вот после обрезочки тую я все раскладирую мульчирую свои горшки свои кусты и вот как бы такие варианты где вы можете самостоятельно раздобыть микоризу и как можно ее размножить покупные варианты как я уже сказала они сухие порошки либо там не немного грунта который заражен этот микоризы и при намачивании тоже начинает она развиваться но есть такой еще момент про лесную микоризу если вы в лесу наберете поставить этот мешок сухое место он у вас замерзнет пересохнет то лесная микориза так жить не будет то есть она погибнет ее нужно брать и вносить только свежем виде а вот покупную можно разводить размачивать и будет дальше она работать поэтому тоже учитывайте момент то ли вы привозите и сразу заражайте свою свой грунт микоризы то ли вы пока делая берете покупной это на это очень важно на это обращать внимание всем хорошего дня мирного неба до следующих маленьких советов на канале голубика днепр задавайте вопросы будем дальше разбираться как нам выращивать голубику вместе всем хорошего дня